здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале ну что ж куда же я так спешу просто я давно на самом деле не торопилась так сильно как сегодня не останавливаюсь даже полюбоваться цветами которые заполнили наш весенний город и я спешу забрать посылку сегодня я расскажу вам о своем опыте как я люблю говорить experience который я получила благодаря своим родителям на самом деле это подарок мне на день рождения от родителей и я получила не столько вещь которую я сама выбрала заказала из-за которой направилась с таким нетерпением а я получила прежде всего свой первый в жизни опыт покупки на ресейле и наверное сама бы я свои собственные деньги не решилась потратить на вещь которую я покупаю у совершенно незнакомого мне человека на платформе на которой я сама продаю свои вещи которые мне уже что называется за ненадобностью они в хорошем состоянии просто я их перестала носить забираю коробку останавливаюсь чтобы загрузить видео вы сейчас видите меня что называется в рабочем процессе на самом деле блогерский труд он таков то у тебя нет выходных у тебя нет даже обеденного перерыва ты работаешь тогда когда есть возможность создавать контент загружаю видео думаю что когда я приду уже смогу его опубликовать беру свою коробку и с нетерпением быстрым шагом иду домой чтобы ее распаковать я конечно же очень волнуюсь потому что я наверное пожадничала за 15 евро я не заказала проверку на аутентификацию но сама аутентификация меня не очень интересовала в целом у меня уже достаточно собственного опыта приобретения дорогих вещей чтобы понять даже по фотографии передо мной аутентичный продукт либо нет плюс все фотографии загружаемые на сайт они проходят первичную проверку как продавец я это совершенно точно знаю у меня были случаи когда мне отказывали загрузки фотографий соответственно в публикации на продажу тех или иных вещей потому что в их подлинности сомневались так например было с моей сумкой биркин я загружала ее три раза пыталась продать выставить на продажу продала за 20 минут на третий раз когда были все-таки опубликованы фотографии они прошли аутентификацию по всей видимости это зависит от человека который проверяет и если есть сомнения то безусловно фотографии соответственно товар бракуется кстати у меня было всего 12 отказов и наверное самыми интересными являются два отказа это три раза мне отказывали в публикации на сумку биркин коричневого цвета и каждый раз выставляя ее заново я повышала цену и в итоге продала ее за 20 минут за самую высокую цену за которую пыталась выставить каждый раз повторюсь я повышала цену возможно потому что и сайт рекомендовал мне более высокую цену и также интересным является то что мое пальто максмара теги который очень многим не нравится многие критикуют выставлялась три раза каждый раз у него был отчаянный торг я понимала что я продешевила я убирала его с продажи выставляла за более высокую цену в четвертый раз фотографии были забракованы как и сам продукт мне пришло письмо о том что после просмотра фотографий предоставленных мною возникло сомнение в аутентичности этого продукта при этом три раза он уже загружался на сайт ну что ж вот он передо мной жакет который я заказывала признаться он совершенно не разочаровал меня хотя такое может произойти потому что как человек который работает с фотографией я знаю что некоторые вещи выглядят лучше на фотографии чем в реальности некоторые хуже например черные вещи выглядят однозначно хуже на съемке на этом сайте нельзя загружать вещи применяя фильтры то есть ты фотографируешь просто обычной камеры также все-таки может искажаться цветопередачи ну и конечно же риск мошенничества тоже достаточно высок я наверное сделаю прямую трансляцию которая будет посвящена моим советом как покупать на ресейле и как продавать на ресейле но самое главное как действительно не приобрести товар у недобросовестного продавца здесь безусловно важно обращать внимание на историческую справку об аккаунте сколько человек продает и приобретает ли он сам кстати последний не так важно вот сколько он продал и соответственно как долго он находится на платформе вот это действительно является показателем именно таким образом среди многих жакетов которые я выбирала я выбрала в том числе этот потому чтобы продавец имел все-таки рода и сейчас ты целый мне бы хотелось так же чтобы все-таки он помимо этой эмблемы действительно продал уже достаточное количество вещей все как я люблю сушенка на я просто в восторге блестит прям все как я люблю ну мама высказала сомнения сказала но если тебе нравится самое главное чтобы тебе нравилось я на самом деле действительно в абсолютном восторге я знаю сколько эта вещь стоит в магазине я знаю какова коллекция точнее какого года это действительно совсем совсем недавно я абсолютно довольна качеством продукта я забивала в поисковик продукт новый никогда не ношеный с этикеткой и действительно меня не обманули все пришло абсолютно новым этикетка присутствовала единственно что она была срезана и в кармане но в целом по вещи было видно что она ни разу не надевалась я написала в комментариях поскольку на своей же собственной платформе страницы я нахожусь в бане со стороны вестиары коллектив потому что видимо очень многих людей совершенно с невинными намерениями отсылала на свой канал чтобы они посмотрели эти вещи на мне но возможно вестиары коллектив решил что я таким образом пытаюсь сделать сторонние продажи но я никому своим зрителям которые обращались ко мне никогда ни разу не продала напрямую вещи потому что для меня просто это неудобно и эта платформа является для меня идеальной как для продажи так получается и для приобретения вещей я зашла в аккаунт к своему продавцу и поскольку не имела возможности приватно поставить сообщение я оставила комментарий где благодарила действительно за прекрасную вещь в прекрасном качестве но самое главное за прекрасный опыт приобретения вещи за меньшие деньги в прекрасном качестве опыт ресейла моя первая покупка я на самом деле благодарю своих родителей за предоставленную возможность вот так рискнуть достаточно большой суммой денег и купить вещь которая могла действительно оказаться какой угодной вообще на самом-то деле она могла ко мне и не дойти либо прийти другая вещь потому что повторюсь я не заказала аутентификацию не заказала проверку но в итоге все получилось лучше чем даже я ожидала хотя на самом деле я безусловно рассчитывал на подобный результат я не рассчитывала что меня обманут поскольку сама продаю на этой платформе примерно представляю как все функционирует в любом случае вот такой мой первый опыт покупки на ресейле этот первый опыт безусловно мега супер удачный чего я всем желаю